Новая книга выпала о любви. Ничто не ожидал этого отличия. Ну и о любви можно так. Еще раз прошу прощения, все тексты абсолютно новые. Вы не смотрите на вот эту толщину. Я просто буду видеть, где слабый текст, и я его буду пропускать. Дело в том, что когда я их отбирала, я никак не могла отобрать, потому что там трое больше, а директор института сказал мне, что если я до ночи не закончу правку монографии, то это будет на позавчера, и мы проиграем тендер. Поэтому я взяла все, что могла, но я буду отбирать то, что вам, может быть, войдет в ваши души каким-то образом. Сразу скажу, что «Море на парапете» делалось так. Я посвятила эту книгу, давайте уже, если это уже сонник, вторая часть, сонник, она будет республикальной. Мне хватит даже буквально десяти текстов, чтобы вы поняли, о чем я пишу. Когда я писала «Море на парапете», я еще не имела этой одесской фотографии. Я писала ее своему брату, именно брату, который проверился тем, что он, ну, фактически спас мне жизнь, и он возродил меня к жизни, он одессит. К сожалению, после 2 мая он был вынужден выехать из Украины и некоторое время жить в Европе, потом в России. И когда я писала «Море на парапете», я писала о нем и о тех, кто сидит на карантине. В Европе, в России, в Украине. С этим текстом я представляла Украину, как руководитель слэма во Франкфурте на Майне. Вот. И родилась идея этой книги «Море на парапете». И вдруг на фоне написания этой книги заболевает раком правой доли верхнего, верхней доли правого легкого, мой дед, с метастазами в надпочечнике. Умирают от неосторожно сделанного укола не от рака, а от сердца. Возникает попытка независимой судмедэкспертизы. Врачи онкологического корпуса принуждают меня отказаться от вскрытия тела, под угрозой, что тело будет сожжено. Мой дед – герой Украины, герой Чебнобыля, инвалид войны, у него были военные ритуальные похороны, но те, кто помнит, он был похоронен как герой Украины, поскольку он участвовал в боевых действиях, включая Чебнобыльские и другие советские, а потом украинская армия. Также он заслуженный врач Украины. Я не могла тянуть. Я подписала этот позорный документ, мне прислался дед, который сказал, дай мне идти спокойно. И вторая часть этой книги, она посвящена моему деду, как, собственно, потом и вся книга. Вот от брата к деду, от любви к любви, строилось море на парапете. И вот эта страшная фотка, где в Петра в Одессе, я приехала после смерти деда, и так получилось, что я не могла купаться. Ну, то есть я просто приехала увидеть море. Один раз со своим близким другом Наташей, мы точно так же приехали, увидели море, посидели возле него. Наташа, которая мениться за день до меня. За два. За два, да. Она сидела на одесской кухне и думала, как выгребать нам из этих событий. Тогда война и революция, а сейчас смерть и без. Поэтому книга о любви, и она посвящается нашим близким. Странное дело, но она начинается со стихотворения «Вина», потому что я после смерти деда испытываю постоянную вину, что я что-то не доделала. Где-то пропустила, где-то поддалась панике, социальной медиапанике ковида, и допустила то, что ему подозревали ковид, вместо того, чтобы лечить онкологию. Никакого ковида не было. То, что сейчас этот диагноз приписывает огромному количеству умирающих людей от других болезней, и за это чувствую вину. И заканчивается у нас стихотворением «Свадьба», где я предлагаю своему мужу расписаться во второй раз. Причем я даже знаю, где это будет, и кто будет свидетель. Поэтому я же говорю, книга получилась довольно такой, как для меня, нежной. «Вина» И никогда не будет дождя-дождя, и никому не будет в стекло-стекло, кто подсудимый, тот себе и судья. Все, что случится, завтра, вчера прошло. Исповедь генеральная длится пол долгих и жалких, но все равно часа. И никогда не будет а ствол, а стол. Краем земли кончаются небеса. Краем небесным спрыгивает земля. Если Гагарин жив, то поел. Выпил у краудки, откинулся сдох петля. Просто сопля, что рвется под весом тел. В этом дождливом мальве не до рук, не до говорок, не до решенных дел ходит Господь по черной доске, и круг крошится в потном треморе, будто мел крошится в белом мраморе мир. Бычок брошен в бочок, и досочка не гугу. Только дождю не жалуйся ни о чем. Только стеклу не бейся о грудь. Смогу, чтобы потом не ждать, унимая дрожь, как за тобою сам придешь, что конвой. Трется щенок бездомной любви, а дождь непоправимой, преданной головой. Эпидемия. Ну я же говорю, тема карантина звучит. Ибо я говорю языками священными и людскими. В поисках человека я обошел весь Киев. Мне говорили город-герой, в нем честь победила гонор. Нашел одного себе, да и тот, уже не въездной в мой город. Ибо я говорю языками зверинами и еще молчанием. Но без любви я полная гэ, отравленная печалью. Поэтому я люблю киевлян, такие они смешные. Люблю и помню еще других, которые не въездные. Ибо я говорю с поэтами, не считая себя поэтом. А поэты просят не говорить, не говорить об этом. Так страшно в город пришла чума, бежевая как листья, осенью позднюю. От нее заслонимся алкоголизму. Ибо я уже больше не говорю, роща отговорила звонким есенинским языком, чья неземная сила снесет сей город с лица земли, снесет его же руками. И придет он, сын сыновей, Андрей, и снова заложит камень. Ну, такое стихотворение, оно немножко язвительное. Я почему-то подумала, вот я много общалась в последнее время с русскоязычными поэтами в Украине и говоря на украинском, подумала, чему вы такие кроли, ну, почему это старшее поколение так слабо себя защищает. Я все время слышала разговоры о чичи-падыне, но мне хотелось чего-то более нового, может быть. И вообще мне их безумно жанр. И я сама в какой-то мере такая же слабая и голая, но все-таки я считаю, что на военное сопротивление, на жесткое сопротивление мы должны быть готовы. Чай с печеньем поэты русские в Украине Таинство Чичи-Бабина Нежная бабья лета переводимая в лицо Бабана Честные очи хрупкого товарища Новосельцева с двумя сыновьями от шестидесятников и от тусовки Ельцина Две зарифмованные фамилии Бродского и еще раз Бродского Не выходи из комнаты там Брайтон-Бич нельзя бороться Они ведут казаков шевронах вместе орать Высоцкого и удивляются если их вешают как галю на этих соснах То ли детскость то ли лукавство Ягоды конформизма растут быстрее чем в девяностые экономика по фонмедису Поэты русские в Украине извинившись за все советское слушают ночью под одеялом песенки о невестке А я стою перед ними мертвый и слишком живой как памятник без намерения извиняться за родину свою палевную стою перед ними ломаный как лесенка Маяковского и дергаю их за корни как девку пацан за козки Я пережил запредельный кач и счастлив своим несчастьем Забава славянская с древних лет защита незащищаемых Я стою умирая в комплексах эры, сарасы, вируса из поэтов русских на Украине как смерчем Россию вынесла Что с вами делать мне, как спасти смесь тошноты и жалости не лучше советчик когда любовь всем телом к душе прижалась поэты русские в Украине или на не придам значения я принес вам хлеб и мечи родные а вы спросили где чай с печеньем ну я вам рассказывала про этого несчастного кота из Ленинграда это был период ты еще прочтешь я тебе это обещаю да да вот в общем кота-фей сопровождал меня всю мою питерскую жизнь когда у меня болели извините яичники он заползал ко мне в кровать и ложился на живот когда у меня была тахикардия он заползал и ложился на грудь когда у меня было просто опьянение он с омерзением от меня отворачивался но все равно спал сбоку и встречал со мной рассвет на Невском угол Бакунина из Полконска и умер он от инфаркта вот как собственно мой дедушка странно сравнивать но с точки зрения живых существ для меня смерть катал который меня всегда встречал у дверей и ждал когда я приезжала в свой второй дом в Ленинграде в Петербурге как хотите на смерть Котофея глупый ты даже не понимаешь чем ты был для меня и каково это жить в колонии нацит быдло менял и каково это через границу мчать вопреки судьбе когда я ехал в свою семью ехал я и к тебе глупый ты даже не понимаешь как я научился лгать на слегах постмодернизма одолевая гать нового бухенвальда я прячу глаза в мешок а в мешке там кот ленинградский серый тычется мордой в бок кого мне теперь сырками кормить гонять бронить словарь кого встречая рассвет на нервском грелко и укласть в кровать где этот Герч где Люба мама где Мишка с его 100 грамм не нужны мне границы дурные ваши не нужен ваш телеграмм а здесь говорят мне они враги пусть прощает их РПЦ брат украинский какая муха укусила тебя ЦЦ котик мой умер мой котик умер и самое и поля не дай мне господи никогда у брата своего стрелять война котофея людское дело факт что похож на фарс котофея в 14 с лишним лет просто прибрал инфаркт ад он здесь на земле русской а в мире эльфов и фей пузиком кверху лежит моторчик глупенький котофей ты уж там помолись за нас помырлыкай как ты привык а я постараюсь выжить дурацкий смех обращая крик из гетто уходят детские письма Воронеж Питер Москва это коты города герои утверждают свои права ну и море на парабете давшее основу чего вам надо любви вам надо о любви к чему буду петь вам что сидят по своим домам в Праге и Будапеште любовь антивирусная таблетка передозами ешьте побочек не будет это как шторм и море на парабете вот Одесса друг из Одессы навсегда из нее уехал а когда еще все хорошо текло любоваться было не к спеху ни этим морем на парабете ни этим безумным штормом смерть это вовремя не успеет ну что ж ты стоишь ну что ты чего вам надо любви вам надо причем очень много даром вам что сидят по своим домам вровно по сыктывкарам не бывает слишком много любви не бывает любви на вырост любовь не лекарство она бесплатна она тот же самый вирус любви бы ссари любви к Ивану а иначе весь мир палач нам нам что сидят по своим домам в атомных снах не плачь так бабушка плачет дедуля плачет в семье перешли на бой все смерть это то чего нет не стой любви ничего не бойся баллада о медицине как видите тема продолжается посвящается всем врачам настоящим врачам как теперь говорят олдскульным настоящим врачам старой школы обыкновенный врач из Донецка Китая Кубы лечил ее сжав под маской сухие губы лечил ее что вещало про транскультуру креативную экономику российскую диктатуру лечил ее хотя сам уже был болен лечил потому что в долге никто не волен лечил потому что рис анальгин котлеты оказались важнее чем баннерные пикеты кому нужны теперь рейтинги кастинги коучинги и топы лечил ее в самом сердце больной Европы лечил ее не от плана и не от сплина лечил как велят учебник и дисциплина кому нужны теперь митинги троллинги буллинги бренды гранты это война у тебя в дому почувствуй удары града ведь вирус может попасть в тебя по смертельной смеси говорила при чем тут дети Донбасса ты теперь эти дети обыкновенный врач четырехслойной марли не покупал повязок с ушками в супермаркете обыкновенный врач из Уханя да из Бергама спасибо мама и папа спасибо папа и мама наверное на этом секторе не следует сесть оно совершенно классично что для меня не свойство глазеет ночь в окно бельмом агатовым белеет утро мокрым полотенцем а я живу как поздняя Ахматова картошкой бытом книгами и сердцем сижу на службе в интернете с клириком о Марксе спорю жестким атеистом рождается простив всевышний лирика во лбу моем сомнительном и чистом читаю письма как всегда из горлотки вот в этом ничего не изменилось я мещанин и жизнь моя негордая негодным сном обращена во мнимость сокровище что золотыми слитками лежит в воображении ребячим на дне морском и так зовет молитвенно что жизнь подавно ничего не значит межвремени я жду чего-то или еще чего-то ура не надо бегать на работу не радует как в час когда мы влипли не радовал девиз пора валить как в 90-х жвачка баблгама не радует студенческого гамма отсутствия и дело здесь не в скуке а в том чтобы пожать живые руки от длани ударив длань на посаране похожим на таблетки для гортани склоняющимся в русском лексиконе и все же не согнувшимся в поклоне я счастлив был родители и дети когда после работы в интернете бронился с недоступным вредным братом за общий мир за расщепленный адом истории чья имя наша память я счастлив был как ветер и как пламя как буква в незаконной переписке как в дюте перед взлетом стопка виски так все мы были счастливы когда-то живого мира спящие солдаты шутившие про все идет мол служба проспавшие победу правду дружбу конечно мы конечно мы воскреснем придут студенты станет интереснее чем раньше смерть прибудет антидотом я жду чего-то и еще чего-то аплодисменты вся жизнь моя позор и запятые чьей остановке не было стыда идут стихи как болдина простые когда остановили поезда ведь смысл судьбы в том грамотном нажиме с которым точка ставит разговор на место жить сплошным незнанием жизни но знанием пунктации позор и все-таки пустые эти знаки рождаются из самой полноты мы говорим с тобою как собаки когда никто ни он ни я ни ты ни книжных ни простых не знаем истин ни что писать ни букв куда идти и новый мир рождается неистом как дважды два не равное пяти немножко об Италии тогда очень много умирало людей называется птица чую я далеко на селе колышется кто-то орет горе а кто-то лышенько там раздается В а там Долоре но это не Долоры это горы мои и Долоры земля наша общая всем своя она мне вот русская сие познаешь и так легко будто снял на разгрузку что ищет Родина тьма ответов хотите верьте а мне подошел один когда не боишься смерти то есть не то чтобы страх отсутствует все боятся но в тебе просыпается и матереет ястреб зрелая стать заложена в детском лебеде в ястребе до конца остается лебедь чую я как поет на селе красавица как всеми крылами Родине воскресается как всеми словами с криком пытаясь слиться тужится стиснув небо в кулак землица веной бугрится жилкой убьется вера кто-то орет горе а кто-то вааа смерть не имеет сходства а жизнь отличий я иду по селу на голос ее на птичий Во времена тяжелые, во времена печальные Когда Русь крыла и крыла мир Без крылой, лихой печати Когда чума от Китая шла в земли римские и валярские Всегда находилась варежка у товарища проверяемого Проверяемый – это не тот, кто в дни счастья с тобой панкует А тот, кто в дни счастья с тобой перепаникует В чай тебя упакует, без слов холостых и лишних И неважно, копейку или эссе студенческое он вышел Проверяемый – это тот, кто не бросит тебя в окопе Проверяемый – это тот, кто в райвел-зале в Европе ждет задержанные рейства И нервно звонит на Вайбер и вешает фото с Варей в фильме «По братьям Вайнера» Проверяемый – жмется ждуном у стенки под комнатой допроса Проверяемый – среди ночи несет тебе папиросы Антибиотиком в харю тычет А если припрет, то матом И неважно, с чем он – с коркой, с отсидкой, с лотосом, с автоматом Проверяемый – вечно сетует, и глаза у него на мокром Что ты, мол, плохо его любил, но коль надо дойти до морга Где лежит твоя бабушка или мама Проверяемый – входит первый И куда они только деваются, никчемные его нервы Спасибо, учащиеся, врачи, братья, простые люди Проверяющиеся в одни печали у тех, кто любит Не дай мне, Боже, по сей земле Хоть где-то проехать зайцем И в списке непроверяемых оказаться Ну, нормально вам идет? Ничего плохого не делают, да? Ну, сейчас такое немножко юмористическое стихотворение Для тех, кто немножко постарше, может, ну, я, наверное, тоже постарше Я помню эти жуткие девяностые, нам не за что было жрать Дедушка принес гуманитарную помощь в виде брюк И на меня надели желтые бананы Но жрать было у человека не надо Я вышла в этих желтых брюках-бананах и подумала Оу, я самая модная в банах-анголском дворе Попытка памяти Девяностые, баблгам, школа 154 Парни и девки играют в секс на чужой квартире У них его нет, но вроде он есть Сломана поясница ОСССР Не выходит в жарить, дайте хоть прислониться Девяностые, Анжелика, Варум, Леонид Абутин Крыть матюками учителей модно Копаться в сунте стыдно Короткие юбки, ляжки, выщипанные бровки Маша, о чем ты? Разуй глаза, какой я тебе дубровский Девяностые, гуманитарная помощь Штаны-бананы, бордовые апельсины, чужие киноэкраны Училка по укормове, тупая, с роскошным задом А по физике знающая чекистка, с личным контрольным адом Девяностые, старт, стихол Отчаянная решимость непременно писать по-русски, как бы не разрешилась Первые строчки на украинском в стиле прощает имаму Кума из России в Галичине под униадским храмом Любовь моя первая И его мечта Потребление Запад А у меня же Толстой, Пушкин, Страхик Архивный запад Девяностые, водка, слезы, выпуск Конфеты с вишней Слава Богу, что не входя Я из вас, суки, вышел Петербургу, ну, наверное, прочту Мой город дорогой, обыденный стран Не нужен мне билет, я так тебя достану Я печень разорву и в самой сердцевине Орленка разыщу, орла на куповине Я мать твоя Не дочь Я сын твой Но не папа Мне страшно и легко под всем гранитным драпом Под мраморной страдой коптистого предплечья Чей камень пух и прах Лебяжьи пыли лечь Я так в тебя вернусь Что, глюкнувшись о почву Мой прокси-сервер ввысь березовой почкой И не просто с север вдаль взлетит, произрастая Из песен дворов и ватных разлетая В единую мою непонятую песню Ты больше не поймешь, как я в тебе исчезну Как я в тебе, как ты в себе Но ты же и во мне же Нежнее только смерть Страшнее только нежность А как же мы, люди русские, бесконечно еще глупые Каждый из нас знает врага Сминающего столпы Каждый из нас во врага своего, как в двойниках, влюблен Каждый узнает его в лицо Имя им легион Но когда мы встречаемся в милом земстве За чаем, за просто так Каждый из нас бросает в лицо брату Нет, ты дурак Ты белый, а ты красный Ты консерватор, а ты марксист Становится черным от каталога внутренний белый лист Христианин ты, а ты язычник Потешимся, кто кого Тем временем легион празднует торжество Ты за Ленина, Николая Второго, а ты за Нуих В образе эко-девочки легион поднимает кнутик И она говорит нежно-принежно И голос звучит во смуте Как же мы, право, не современные И предлагает смузи И мы берем непонятно что Без градуса и без прока И размышляем А раптом цевона Незнаемка блока И становится все карамельно ярким Как будто его и нету Из этого нету выходит некто В шерсти парчу одетый И поднять уже очи боязно На неведомого дракона И только ребенок с краешку Молится на икону Свободность АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Любляна близко Доступна в Прагу Мол не обидят Едва уколят Там ждет в подсобке Товарищ Конев А мне сказали Помчаться к финам Горячий парень Крутая фирма Под Сфиоборгом Лиса Лаги И Достоевский Что на филфаке А мне сказали И я ответил Мол Есть отчизна Одна на свете Они смотрели Как смотрят в лупу Мол, надо же было сморозить глупость Но я же Левин И жду я Китти А на мой личный запретный Киттиш Все тот же Киев И тот же Питер Плевки их слезы Я взял и вытер Чума В этой стране Кстати, ее поют Какой-то рокер Я забыла просто его фамилию По-моему, ее поет рокер из Херсонова Чума В этой стране Скоро некого будет мочить, лечить И учить В каждую бошку чип В каждую глотку чипс Креативные и аграрные До хрипа воловьих жил Григорий Иванович, сковорода Хорошо, что ты не дожил И это цинично Писать постмодерный стек Если страна твоя Это матом орущий гроб И это паскудно Писать залихватский рэп Живому коучер А покойному черный креп Остается, что Сигареты класть В могилы учителей Ходить засунутым в респиратор По адской родной земле И молиться, что Коли разделят ее Играющий поутру То желательно По Днепру Прости, господи По Днепру А днеп течет Поцеловка-заловка Птиченька Два крыла Умные люди Пора валить Но это за угла Но я же дурень Дебил проклятый Ватники налегке И я добровольным трупом Тону в реке Очередной мемасик Попавший на карантин Вопрошает меня Мусоля под небом С плен Как так Сидеть без сцены Когда ты совсем один И никто не слышит Твоих стихов Не видит твоих картин А я отвечаю Сократа в язве Улыбки притормозил Ты понимаешь Мой образ жизни Не изменился Я не пошел под слив Я годами Сижу в дому Будто в бутылке джин Мое государство Меня давно Посадило на карантин Помните Маяковского Ах Закройте глаза Газет В этой стране Для меня открыты Хоспис Подвал Клозет Сцены Ощелись патриотизмом Приняли адский вид Мое государство Меня давно Посадило на геноцид Милый ребенок Тактичный Нежный Видящий подвиг В том Чтобы услышать Название книг Запретных В трепе за коньяком Чем утешить тебя Утишить сопельки В три ручья Разве что тем Что в своем изгнании Счастлив я На пасеке я почему-то сажусь У боли нет ни имени Ни статуса У боли есть единственная станция Где нужно сняться с поезда И стариться С тобой никто, конечно, не останется У дружбы нет ни факта Ни события Курилка ей, сквозняк И общежитие А коп ей светосумраком Саития Потом не вякаешь Ты не смог Не вытянул Нету любви Ни выправки Ни почерка Она как манной Черным хлебом Почует Мне ангелы Являются испорченным И тянут руки Ветками И почками Всем лесом Всей весенней Несуразицей Всей белью Вот смывающей Окрас с лица Запнись Пригнись И справившись с усталостью Сойди один Конечная В станции Страстная пятница Страстная, как говорят Это стихотворение Было тоже Представлено На двух фестивалях В Петербурге И во Франкфурте Уже в карантине Как раз в Петербурге Его наградили Хотя это не важно Когда они сняли Его с креста И положили в землю На этой земле Все так же Сношались, пели Дрались Рожали Желающие свободы Растили дурное зелье Желающие закона На камне Секли Скрижали Когда они Сняли его С креста Мир Оставался Прежним Никто и ничто В нем Не собирался Каяться И меняться Убивать В нем Не стали реже Красть В нем Не стали реже И говорили Все так же Сложно Сложно И непонятно Странный был Бог Странный был Бог Однако Не чурался Вина И ясно Не потешался Над бабами Детишками Стариками И все позволял Позволял Над собой смеяться Позволял Себя бить Толкать И колоть Штыками И даже В последнюю свою ночь В том пригороде С Садовым Вел себя Бог На удивление Так по-детски Не присягал На верность Не сотрясал Основу А звал Непобедоносно Невыверенно Невеско Так в детский сад Попав Малыши Кличут С работы Мамки Которая Привела Руку Выдернула И вышла И я не знаю Что там Цвело В том садике Герсиманском Но на ум Приходит Одна Черешня Черешня И Черевишня И потом Когда сняли Его с креста Рыцарь Не спас Принцессу Самсон Не сломал Колонну Мощный Как терминатор Не поразила Цареубийцу Грозная Блань Зевеса Космонавт Не увидел Царя небес Через иллюминат И люди Чьи легкие Жадные Как на безводе Жабры Продолжали Шумно Дышать И вздирать На дыбы Продолжали Болеть Собой Заражая Заражаться Продолжали В обмен На веру Требовать Много Рыбы Мир Оставался Прежним Но Что-то В нем Изменилось Если Мы Стоим С тобой Вот так Одолевая Время Одолевая Самих Себя Как Самую Злую Мнимость Одолевая Плоды Трудов Своих И свое Жесемя Само Одоление Одолевая Так же Как Все Различия Правила Логики Нас Едят Правила Буквы Лгут Нам Но Над Болотом Летит Любовь Выстраданная Птичья Через Болото Ползет Любовь И Собирает Клюкву И Пока Она Ее Собирает Впихивая Котомку Пока Снимают Его С креста Лихо Терпя Под Дыхом Мир Пятничный Мир Позади Него Рушится Громко Громко Мир Воскресенья Впереди Строится Тихо Тихо Такое Немножко Опасное Стихотворение Но Лешка Пришел Сразу Провокация Возникла Знаете Незаконорожденные Дети Называются Бастардами Я считаю Что моя Поэзия Это мой Незаконорожденный Ребенок Он приехал Ко мне Из таганки Незаконорожденная Цивилизация Русская Слишком подлинна Только в гетто Голодна Живая водица Среди пустыни И есть традиция Непридавленная Медалями Златом Мрамором Цивилизация Наша В печенку Раненая Сама Себя Прометея И орел И приплод И выкидыш И если надо То гнить В кишках Сама Себе Тоже Выклюет Московские Девочки В модных Платьях С тремя Пикетами Что вы знаете О телах Целлофановые Пакеты Сложенных По кусочкам На адском Пути До рая Во имя Цивилизации За которую Умирают В тюрьмах Гниют В подвалах Поют И хоронят Близких Что вы Об этом Знаете Импортные Сосиски Как В дни Печали Весна Моя Щедр Ларец Твой Открывая А там Тургенев Пушкин Толстой Флоренский И повесть В лет Временных Густинская Да и патиевская Да у меня Ни айфона Нет Ни пиццы В замужских Патио Ни коттеджа В штате Нью-Йорк С дорогими Люстрами А только Вот эта церковь Церковь Как революция И значит Не все потеряно Коля Куева Да кукуева Боеспособно До живота Лишь То ли Что Атакуемо Истина Истина Только То Что во Христе Страдает Посмотри На нее Не бойся Задорная Молодая Ей еще Тысячи лет Нет И перепутий Братьей Незаконно Рожденной Моей Весне Лагерному Дитя Классика Это значит Я сажусь Хочу Стихов Простых Таинственных Таинственных Как старость Как озеро В саду Где ангелы Звеня Как цифра На песке Где моря Не осталось Как кошка Во дворе Пригревшая Щенят Хочу стихов Крутых Как срок Пятиминутки Когда Яйцо Уже Не всмятку Но Почти Века Проспать Не грех Но не Проспать Бы Сутки Где Бог Стоит В конце Бессонного Пути Хочу Стихов Святых Как бабушка Как с лесой Который Чинит Кран Храняя Ее Уют Как Первая Тропа Ведущая Из леса Назад В последний Лес Где Птицы Не поют Стихов Без запятых Свободных От запинок Запинка Сплошной Я сам К себе Приник А лес Похож На храм И в нем Постится Инок А храм Похож На сад И в нем Цветет Язык Много Есть девушек В зале У которых Есть дети Окей Мама Баллада Маме Молодая Мамуля Выглядящая На двадцать Ей бы шастать Доцеловаться Зеркало Любоваться Беременная В чуму Государство Чума чужая Во времена Обстрелов И пандемии Она Рожает Нет Она не мемасик И не стыдится Что носит маску Не стесняется Надевать Если придется Каску Идеология Хиппи Выхлест Сопливого Квир-протеста Проходит быстро Когда нацист Детство Крадет У Бреста Молодая Мамуля Она не смогла Ни отчествеет Не спится Возвращаясь Возвращаясь Домой Она протирает Кроссы И сумку Спитом Она не боится Остерегаться Но нет На земле Смелее Той, кто Навстречу Звездам Тащится По аллее Живот Тяжелый Бежать Нет сил Не убежит От града Но Господь Милосерден На Вифлеен Падают Звездопады Только не в эту Не в эту ночь Во имя святого духа В эту не кончится И в Эл Не сойдет с ума Поветуха Молодая Мамуля Аня Родит Мою Василису Сделает чудом Не там Где я Боюсь пока Поселиться В ее дому Парацетамол Золотая Ребячья Лужа Ведь если их Проливают Значит Нужно нам это Нужно Знаете Ну нас пока Никто не болит Если можно Я вам еще Немножко почитаю Если за нами Придут Так как Ну если вы устали То я могу Закончить Если вы не устали Я немножко Вам почитаю Если за нами Придут То я отдам То что вы отдали Мне за цену Сирени Честно говоря Я написала Стихотворение Студентки Ее сегодня Нет в зале Но Это Ну не подумайте Ничего европейского Я просто Представила себя Парнем Студентки Я помню Я помню Я помню Сельской девочкой Из Волыни С длинными Рубцами Козы Которая боялась Ездить в общественном транспорте Ее тошнило И она ушла Из университета С коротко Остриженной Прической Пишущей Об Илоне Маске И Чиво Я представила себя Ее молодым человеком Получилось Такое стихотворение Я помню Тебя девчонку Сельской Как тащились Мы в полы В колонтающейся Маршрутке В давке Односельчан В тебе было Что-то от колонтай То ли мужество Не отлынивать То ли горячие Вишни Цветущий чан Я помню Как ты Блевала В целлофановый Свой пакетик Как я Что делать Не представляя Покупал тебе Минералку Как застревала Земля Живая В рваном Дорожном ките Как ты Варила себе Овсянку И клала мне Спит на ран А потом Был город Колониальный И все эти Гипертопы Значение слов Неизвестных мне Но известных тебе Душа От кулька С блевотой От нашей вишни Забирала тебя Европа Дай хоть Последней нежностью Выстелить Твой уходящий шаг Теперь ты Онлайнер Транснациональный Я же С пакетом Тем же И все Что мне нужно Это любовь Чтоб не жгли На волыне Храм Время Метелит Меня в лицо Вечность Целует Теме А мне Все Кажется Мы Маршрутки Мчим И Вишнева Нам Мне дарована Это жизнь Для свободы И для борьбы Но борьба Когда он Когда он во мне Молчит Обезличится Обезличится До нуля Тарахтит Голубой Вагон Мир Накатится Небосвод А в разбитом Стекле Окна Мельтешит Дребезжа Земля Я Причувствую Дивный звук Словно Таинство Языка Я Предвижу Родной Пейзаж Даже Если Поездки Нет Мне Дарован Чудесный Хлеб Подыхнуться Пихнуть Рукав Разломать На шматки Любви И Голодным Уйти На свет Одесса 2 мая Расскажу Вам Историю Нет Не Всю Конечно Же От Сунзурю Чтобы Не Было Так Ужасно Ни Дураку Ни Дури Которые До Сих Пор Причисляют Себя К Боге Рассуждают О Человечности Как О Мэри Нет Я Там Не Была Тогда Я Была Со Своей Страной Больной На Голуб С Ней Пришлось Расстаться Но Я Не Но Пришлось Расстаться С Любым Из Тех Кто С Кем Джеймисон Пил На Кухне Кому Присягал До Гроба На Детской Кукле Представьте Себе Вот Небольшую Площадь Супермаркет Как Ваш Под Домом И На этом Пространстве Люди Сжатые Нервным Ком И Среди Них Твои Брат И Муж Вся Семья Твоя Мама Папа И Колобок Из Сказки На Волочьих Лапах Обычное Дело Шумок Весенний Скажете Вы Наверное Но В колобка Стреляет И Он Умирает Первым Но Не Сразу Он Умирает Чпок Ему Слишком Жирно А Мучительно Постепенно Теряя Жидкость А Обрату и вообще никто Он пока еще не сидеет Он просто иконописец И плевать ему на идеи Он мастерской владеет Рисует свои иконы И самое главное Он покуда не вне закона Но Пока Вытекает жидкость Из артерии Из мочевого Пока Догорает тело Орущее И живое Мир Меняется Невозвратно Страшно Необратимо И больше не будет Того что было Того что мнимо Соки крови Прямой отжим Это не ритм Хорея Это я истекаю Ими Я истекаю Ею Я доведусь Ее до конца Пусть вам и страшно Это Я останусь стоять На греческой Площади Без ответа Без ответа И без вопроса Такая она История Настоящая А не в чате Где виги сидят И тори Я никогда не была Художником По канону Но брат Я даю тебе Честное слово Я допишу Икону Так хочется С вами еще Много поделиться Потерпите Еще у меня Немного Да Дети Если сейчас Дядя придет Я ему Затрущу Дети В общем Я очень хочу Родить Очень Хочу Родить Чтобы успеть Тебе подарить Эту златону Нить Ту что сейчас Непрерывно Тку для дорогих Студентов Знаю я Где ты Сынок Егорка Васька Дочурка Где ты Ты Это весь Мой Дурацкий Стих Вместо Тебя В руках Ты Это морюшка Два в одном Или одна река Ты Это супчик Свекольный Борщ Раз И тряхнул Рукавки Майский Посыплется Изумруд Чистая Разнотравья В общем Я очень Тебя Хочу Очень Хочу Тебя Голода Голова Чтобы льнуть Губками Тебя Небо Зеленое Голубое Сизое Паровое Небо В котлеточку Кость Мужская С бабьем В прожилках Воем Ты Это Матка Моя Земля Там Где Я буду Жить Там Не бывает Ни слез Ни воин Ни мая Ты Ни лжи Крестным Светелку К тебе Примчит Брат Наконец Озбрует Крестное Господа Отмолю В кепке Платке Сеструя В общем Сказал он Что будет Так Раса Случилось Так Помнишь Когда сотворили Мир Был нам Особый Знак Было Тебе Миллионы Лет Мне же Почти Годочек Я тебя Очень Люблю Егор Сынок Дочь Василиса Очень Цена Как прорастает Сирене Куст Пехом Через Грани Как Собирает Сирене Цвет Девушки На букет Парень Которому Сылеко Больше Не скажет Нет Как Лиловеет Шальная Свадьба Кумушки Мед Баян Как Как На гулянке Галдит Народ Весел Багрян Пьян Доживи До победы Увидишь Как Проклевываясь Глаза Из тысяч Слепых Мировой Сиренью Тянутся В небеса И ходят Люди Махровых Шатах Садят В камнях Кусты Но Учти Что Гранитом Этам Делать Нечего Будешь Вот Сейчас Я пропускаю Очень значительный Кусок Своего Карантина Переворачиваю Страницу И к своему Мужу Который Вышел Договариваться С админом Которому Я Потом Еще Доплотим Называется Консерв Вот Когда мой муж Покупает мне Шпроты Я очень счастлива Я По корней Соломы И страшусь Судая До сих пор Боюсь Ареста Вируса И боли Я приду К тебе Ногая Рыжая Худая Так с тобой Заночуем В хате Чисто поле Так и будем Мы играться В мужа И супругу У детей Мещанство Быта Чистое веселье Ляжем рядом Ляжем криво Втиснувшись Друг друга Сердцем к сердцу Сербам к сербу В банке Сельдью к сельде Дай мне на ночь Лишку мыслей О фате В горошек И о тетке В глупом Заксе В декольте Из ваты Чтобы в платье Белом-белом Яблоней Порошей Вдоль по Питеру Проехать Страх Стихотворение Нина Ургант Дело в том Что это Одна из моих Любимых Актрис Певица И ее песня Прозвучавшая Белорусском вокзале Наверное Вы ее помните Песня нашего Непромокаемого Десятого Десантного Батальона Кстати говоря Внукам Тоже очень неплохо Испорно Ваня говорит Бабушка Мне в детстве Говорила Там сынок Деревья не растут Там птица Не поет Нина Ургант В общем У меня такое С мужем было Я решила Привести в чувства Типа воспитать И мы второй раз Повенчались в интернете Хотя венчались мы уже давно Но вести венчание Мы скрывали Потом я ее выдала В интернет И бедная публика Решила Что мы повенчались В тот же день Среди карантина Ну и появилось Это стихотворение Я хочу тебя Выкашливать Напевать Как Нина Ургант Песень Мы с тобой Старикашечки Новым временем Обруганы Мы сидим На битой лавочке Недобитые тинейджеры У меня запали клавиши У тебя пропали женщины Я осталась Одинешенька Я остался Одинешенек Ты зови меня Аленушка Ты зови меня Алешенька Поведя плечами Мачтами Брик мечты От нас отделался Я тебе Пребуду Мальчиком Я тебе Пребуду Девочкой После смерти В детском садике Мы опять С тобой Встретимся В нашем Адике Отрядике Рай на слух Поют Как песенку Давит ложь Гранитным боровом Ну а правда Тоньше Кружева Бой не равен Но любовь моя Это знаешь ли Оружие Сейчас Меня очень часто Спрашивают Такие вопросы Задают Странные Такого типа Почему вы не пишете Мемуары Потому что если я пишу Мемуары Меня убьют Причем убьют Как в России Так и в Украине Я к этому Еще не готова Я сказала Своему брату Что я к этому Не готова Потому что я Совершенно Бездерный Грозаев То есть у меня Не получаются Художественные прозы Я пишу Так как есть Но я не умею Металитировать Прозе Если я напишу Так как есть Будет плохо Поэтому я Почитаю поэзию Потому что она Всегда смягчает удар Называется Стихотворение Переводчик Глухая стена Вместо двух родных С общей основой Вочин Я не поэт Я наверное Нужен миру Как переводчик На язык Приемлемый Для культуры Странного Удалова Все что я делаю Крик Переводимый В слово Был бы поэтом Имел бы школу Премию Парадигму Но я Ни в одно из Приличных мест Кишечно непроходимый Все что я делаю Это ям Переводимый С ямы Где лежат Солдаты Повстанцы Деды Бабушки Дети Мамы Люди С правами собственности На букву Нашу Или чужую Все время Спрашивают меня На кого служу Я Но как мне Бедным им Объяснить Что моя Задача Делать Переносимой Непереносимость Плача То что я Слышал И то что Видел Без имени Без окраса Несовместимо С ухом Тем более Несовместимо С глазом Поэты Бегут От него Гурьбой В бездну Своей кручины А я Не поэт Я Толмач Бежать мне Вроде бы Не почину Тыл Карнавального Карантина Маски Стихи Кадрили Моего предшественника Толмача Вчера Живьем Кипятки Сварили То ли Бахтин Им не угодил То ли Теплее Шолохов Но я точно знаю Что после них Продолжалось шоу Есть и другие Они наивны Жестокие Любят розы Они пытаются Расколоть Нераскалываемые А в допросной Ходите строго По знакам Швом Слепцы Ограничьтесь Кожей Помните Выворот Перевода Выдержать Невозможно Ну и мы подходим К такому страшному Окончанию Книги Вот Когда я хочу Несколько текстов Прочитать Когда заболел дед Если вы позволите Я Ну долго К этому готовилась Морально Пока И Это была история Подозрения на ковид Да наконец-то Открытие онкологии Судом Со всем остальным Что я рассказываю Но я думаю Что эта история Может коснуться Каждого из нас Особенно сейчас Медсестра Из инфекционки С сиреневой Рыхлой кожи Сидит на ступеньках Слегка согнувшись Будто куряна Мини И говорит Я вилю Лыше в анализы Боже-боже А що нам еще Рубыты Ути и корень Люди Проходят Мимо больниц Аккуратненько Как полезли Шаг влево И шаг вправо Получи Одышку И кашель Врачи Переходят На украинский Писать течение Болезни Семиотически Очень трудно Слова Закипают В кашу Я стараюсь Мои украинские Преподавания С гордым видом В одном из ведущих В стране чудес Университетов Но Дядька в белом На чистой мове Молвит У вас Симптомы Ковиду Хоча анализы И негативнее И смотрит Как смотрит Дизель Я забираю Справки КТ Отползаю Со скалом Дембеля Который вернулся Вместо страны В колониальный рынок Пешком От моей поликлиники До больницы Где держат Дедушку Километра 4 И я карабкаюсь Хватая воздух Как рыба А дальше Труд Цифровое рабство Закрыться вдвоем В квартире Измеряя Свою Субфибрильную Недотемпературу Короче Градусник Ставят Американский У меня 37,4 А на ртутном Нормальное Даже здесь Славянская Конфокультура Моя Проявляется В полный рост Бредит Першит И гложет Оставляя рукописи И сны На мозговой Картине Я верю Лыша в поэзию Боже Боже А что нам Еще Рубы Вы Пожалуйста Не умирай А то и мне Придется Тоже Зема поет Как мои 12 Детским ножом По коже Я давно Не слушаю Русский рок Я слушаю Рэл Он жестче Но ты пожалуйста Не умирай Деда Прошу я Очень У меня внутри Русская кровь Польская Украинская И еврейская Все что я О себе Узнаю Это очень Реско Но бабуля Тоже ушла От рака Покупала Мне пастернака И я верен Ей Я верен Цивилизации Верен Ей Как собака Хочешь Солнце Вместо лампы Укол Димедрола И ангина Хочешь Я все Придумаю Я придумаю Что ангина Я 10 раз Тысячи раз Проверюсь На ковид 119 Но дед Я ничего Не умею Я только Ходить по насту И никогда Не проваливаться Ведь ты же Ведь не уронишь У меня есть Муж из Певека У меня есть Брат из Воронежа Но дед Пожалуйста Не умирай Это не факт Для мира Я земфира Мне снова Твои 12 Я внучка Твоя земфира Я слушаю Цоя Что через час Уже просто Трава Тибета Я выполню Церкви Своей родной Кладбищенские обеты И твое Язычество Коммунистов Где одолев Я прошу тебя Меня воспитали Распинался Не к обеду Кому теперь Для победы Стопку Ребячью На злой Залпом И эти похороны И залпы И ритуальные Залпы Родина Ради Облученка Лошадь Святого Фрола Не читай Если трудно Фрома Но не дай Себя Оцифровывать Ибо Больше Некому Запрещать Не пить И коньяк Стоит На виду И я За ручку Один Иду И не знаю Куда Иду Я Соследователем Абсолютно Подлинный Я пришла Просить О независимой Судмедэкспертизе Для деда А он Вместо того Чтобы начинать Дело против больницы Спрашивает Правда И что человек Произошел Не от обезьяны И пойманный Рядом Вор Понятым Которого Должна быть Я В это время Говорит Точно Креационизм Главное А не эволюция Но при этом Это было Очень круто Вот Стихотворение Удивительное Потому что Мой прадед Михаил Дробленов Из Москвы Был белым Офицером Дворянином Который Сознательно Перешел На сторону Красных Был расстрелян В 1937 году И полностью Реабилитирован В 1953 И вот Они начали Приходить Молодые Совсем Живые Белые Офицеры Красные Рядовые Расстрелянные Дворяне Дворовые Большевики Множество Рук Из каждой Моей руки Уничтожают Внукин И будет Святая Спасибо Спасибо огромное Спасибо огромное Сейчас буквально Я главное сказала Может быть Просто пару Еще стихотворений И я вас Отпущу Как на паре Студенты На переменах Где предки Наши молчат И ждут Терпя Лепеча Обрыкаясь Детский Лепет Язык Ля-ля Голос Старца И Бога Голос Поэзии Что во мне Но изгнано С каждой Сцены Стены Тюрьмы Высоки Крепки Но даже Из них Дорога Ведет Меня К солнцу И предки Ей знают Стойную Цену Веди Меня Стежечка Два Крыла Где вдоль В орденах Медалях Лежат Незабытые И простые Не жалуясь Нам особо Я ползу По следам И слезами Вижу Синие Золотые Дали И оттуда Тянется Мой Ребенок В люльку Сходя Из гроба Вот Ирина А с чего Это тут Давид Я все время Золсенки Просто Расцарапываю Когда я Пишу стихи Поэтому Бывает Такое У меня Жизнь Розовая Роза Свете Соколовой Метод Девяностых Попранное Слово Но не все Купили И не все Продали Нам остались Розы Кеды Ноги Дали Нам остались Тетка Чей ларек Обшарпан Продает нам Розу Шар земной На шару То ли Сорок гривен То ли Сорока Уста Под ушел Сопшей Смазанная Густа Плоть Пока живая Ноживая Свая Для моста Подпорка Тесто Кровая Розовая Соколовой Свете Ты меня не мучи Я и так В ответе Помните Бродского Да Его знаменитая Не выходи Из комнаты У меня был Такой вперед Я не хочу Выходить Из комнаты И Бродский Идет Не в карты Я смотрю 17 мгновений Не выходя Из комы Ты Лежишь Рубашками И штанами Вот-вот Панихиду Канешь Мы делаем Вид Что пьянеем От ста Солдатских Ты квасишь С нами Никому Больше Нет дела Никто О тебе Не помнит Гвоздики Алые На моих Белых розах Чернеют Кровью И я им Радуюсь Я часами В круг Гроба Хожу Как пони И жалуюсь Жалуюсь На здоровье Умершему тебе Близкий Отнюдь Не дальний А вчера Офицер Один Плакал Гляди На твои Брюки Пачками Сложенные Спиртягу Совала ему Я в руки А он Повторял Все повторял Давай я тут Не перед пацанами Но дед Все понял И ради бога И родины Квасил с нами Я не хочу Выходить из комнаты Не хочу Общаться с богемой С дамами Чьи округлости Похожие на багеты Обостряют Тоску по хлебу Стакана поверх И скомканному Белые розы Христовой крови Из черной землицы Хлещут Я не хочу Выходить из комнаты Где сложены Твои вещи Но потом Мы их отнесли Цепь И мне стало АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Заговорение Называлось Материя Духа Вот Ну и Сейчас Сейчас я уже Я сейчас успокоюсь Я это чувствую Скоро Все пройдет Моя подруга Стефания Данилова Написала мне стихотворение О своей жизни Мне пришлось ответить Тоже рассказываем О своей жизни О своей судьбе Поэтому Называется Доленька Вот таким древним Былинным словом Обозначающим Нашу встречу Нашу судьбу Ну тут все Как в детстве То есть Начинаем с мамонтов Знаете Как в анекдоте Про студентов Который выучил С 30 билетов Один билет Про блох И ему попался Билет про кошек Он говорит Кошки это друзья Собака А у собаки Есть блохи А вот блохи Занималась Одними пятерками По всем предметам Школьным Всем О кроме физры Окончание Свет Универ выбирала Нобой утопнул Косы плела Тугие Наукой для няшечек Знялась Культурой А дед хотел Хирургии После диплома красного Решила стать Человеком С 9 утра До 6 вечерних Сношала библиотеку Лотман Вернадский Шахматом Хайдегер-Горгский Фихте Возле окна Шелестел фонтан Ароматной пихтой Потом Молодой Кандидат наук Похожий Полно амбиций Мне надоели Книги И стали нравиться Парни с бицепсами Один из них То в запое То в писании Стихов То в гриппе Пожил со мной Немного И умер от рака Я стала хибер Как он гордился Что я профессор Доктор наук К тому же Что я защитилась Во второй раз Но текст Никому не нужен Страна стремительно Шла в нацизм Патриот Припадок Я принимала Но каждый жест Был мне смешон И гадок А когда Наконец-то Я поняла Кто они Настоящие Герои Защитники А не эти Схутера Злые Ящуры Я уже видела Две войны На каждой Были Звери И люди И еще Поняла Я что Бог Наш мир Бесноватый Хранит И любит Теперь пришлось Убежать Ото всех От глупенькой Контркультуры Доллару Служащий Потерявший Долю Бевца Бультура Выдержать Смерть Офицера Деда Героя От рака Легких Курить все равно Не гулять По сценам Писать И бухать Паленку Богемные Так живут Обычные люди Люди Они судачат И поминают Хоронят Баронят Судят В них Больше греха И меньше греха Чем в каждом Из умных вас Завтра они Во платках Цветных Собором Пойдут На славу Знакомьтесь Богемные Все есть Ваш народ Неизменно Вязкий В глиняной Почве Костьми Упокоившиеся Славянскими Они теряют Своих родных И бухают Что подешевле Они не читают Байрона Уитмена Быкова Китца Шелли Но Есенина С Лениным Они помнят И дай им Бог эту память Сохранить До суда До страшного Когда заступив На паперь Всякий услышит Вопрос небесный С этого уже света А чем ты Христа Приблизил Своим пикетом Знакомьтесь Богемные Вот белье В нем хоронят Как мягкие шкорки Добрые Бесестрички Когда одевают Морги Интересно Богема Вот это Русь И лик ее Чист и светел А вы мне Все ямбы Да все Хореи Глупые мои Дети А вот Это пожалуй Важно Убивали меня И ждали Пока умру Думали Что не выживу На ветру А я упрямая Дура Жила себе И жила Пробиваясь К солнцу Через болото Зла Солнышко Говорило Милый мой Грандократер Последний Кратер Надежды Сборище Демократов Крайняя Сбоку Пламя Свети На меня Свети И горел Огонь Выхватывая Пути Из адовой Темноты И арочной Черноты Города Где хребет У реки Мосты Сдавили До хруста Древа Впились Смолой В кору Убивали Меня И ждали Пока умру И ни один Из легионеров Из сей Когорты Не понял Бедненький Что внутри Меня Уже Мальчик Мертвый И ему Все равно Глупо И все равно Солнышко Светит Только Когда темно Право на слабость Пред людьми стоишь Как пред дула Люди Любят Волков Волча Я Светло О тебе Подумаю В черном Злате Толча Печаль Люди Любят Меня Лишь Сильно С Ямбом Маршевым Подбитый Не Прощают Мне Жизнь С Россией В Сердце Слабости И Кресты Тяжело Перед Ними Делаться Их Мадонна И Дамой Пик Только Ты Драгоценный Дедушка До Костяшек Меня Постиг У Меня На Серванте Рукопись Под Столом У Меня Ружьё Будут Люди Жестокий Круг Плести Все Сердце Угонять Мое Вы Такое Меня Не Видели В Сонных Капельках Слез Дождя Не Тревожьте Во Мне Правителя Резидента Стрелка Вождя Я Смотрю На Них Милый Дедушка И Молюсь Опустив Лицо Бог Оставь Меня Хрупкой Девушкой И Не Сдюжить Меня Бойцом Где-то Там Далеко Очень Близко За Гранью Иллюзий Где-то Там Где Любой Километр Поглощаем Как Грамм Есть Святая Земля Разрубившая Проклятый Узел Вызволяя Пространство Где впору Взмываться Мирам И Летают Миры Баснословные Пепчие Птицы Пробивается Солнце Сквозь Рисовый Пар Облаков Если Был Ты В Аду То В Раю Тебе Точно Проститься Если Не Был Нигде То И Будешь В Аду Никаком Бог Избрал Этот День Воскресенье Для Дрем Сквозь Веки У Рабочего Отдыха Нет Беспробудных Минут Ничего Не Пройдет В Раздираемом Злом Человеке Что В дрожащих Руках Куст Добра Преподносит На суд И Трясутся Весы Трем Роктябрьские Жизни Смерти И Отчаянно Слышится Жалобный Хор Голосов Я Здесь Очередь Заняла Еще На Рассвете Я Первый И Не Знает Никто Механизмы Работы Весов Есть Святая Земля У Нее Не Бывает Прайм Тайм И Во Время Мифично Пространство Свободы Подстать Говорят Мне Опять Что У Всех Под Присмотром Я Таю Но Я Просто Лечу И Не Может Полет Перестать Еще Один Мавитон Стихотворение Своему Мужу Я Ж Говорю Что Книги Было Очень Много Любви Где Дой Муж Книги Было Очень Много Семьи Аж Стыдно Такое Читать Знаешь Родной Я Снова Хочу С тобой Расписаться Хочу Еще Раз За Тебя Замуж Как В Старом Филе Чтобы Тетка В Кичевом Платье В Декольте Не от Англосаксов А из Гума Савдеповского И в Буклях Нас через сотни Фильтров Документов Справок Очередей Мурыжила Как врачиха Истерзывает Больных На вирус Аппендицит Орви Чтобы Была Мещанская Свадьба С ее Залихватским Лихом Дракой В конце Попойкой И ни Ни Поцелуй Ни По любви Знаешь Родной Я хочу С тобой Жить В сороковых Тридцатых Встречать Тебя С полным Бедром Сирени В товарняке С победой В девятом Веке От Рождества Жить И дарить Полцарство За Куликова За сына Ваню Младенца Еще не Деда Петь тебе Темную Ночь Ведь ты Совсем Не силен В метафорах Спотыкаясь А мою Рифму Маяковскую Корневую Зато Ты знаешь Где Завалялся Сбежав Под кровать Мой Тапах Когда ты Любишь Меня В захлеб Мертвую И живую Знаешь Родной Ведь совсем Не важно Что ты Утомлен Поэтом Диверсантом Солдатом В моем Лице И худеньким Пацаном Женись На мне Тысячу Раз подряд Очень прошу Об этом И пусть Я мечусь От тебя К тебе С мечом Но к тебе Одно Сходятся Линии На руке Дерево И дисплея Постмодерного Небоскреба Готической Башни Замка Принцесса Первомая Мая Вселенским Затсом Ну собственно На этом Стихотворении Заканчивается Книга Но поскольку Я графоман Я непрерывно Пишу То Крайнее Стихотворение Естественно Книгу Не вошло Но оно Посвящено Сегодняшнему Дню Потому что Наступила Осень И очень много Цветов И очень Мало Желтых Листик Я ждала Золотую Осень Она никак Не приходит Пришлось Любить Стихотворение Осень Пришла Как всегда Внезапно С запахом Каньека С антибиотиком На котором Нельзя еще Пить пока С желтыми Редкими Коих Скоро Лавой Стечет Река С остальной Шинелью С цветастой Курткой С есениным Увеском Осень Пришла Как всегда Дождлива С гриппами И ольви С большой Корзиной Сырых Каштанов Лопнувших От любви С шумом Машин Доль кафешных Окон С кофе Безвизави С тишиной Которая Исчезает Только лишь Назови Осень Пришла Как всегда Спокойно С каменной Головой Со скачками Давления От погоды Мертвой Шариками Сорванной хризантеллой, белой и золотой. Осень солдат у подворья мира, шмущийся на постой. Скоро сусальными станут кроны, лес возгорит цветой. И рухнет споткнувшийся речь язык, раненый запятой. Вот, вот теперь я радуюсь, вот-вот оно пошло, жара. Танюха, дай еще, тетя. Нюха, красная роза, всем волны, бей. Дайте же мне эти цветы, я их подержу. Вот они, вот это там, тетя. Розовое пошло, вот оно. Я их могу, могу взять. Они вам так. Спасибо, Миря. Там еще раз днем рождения. Таня, подожди, что мы еще выйдем. Я еще все не вмещу. Спасибо. Витя, я тебе напишу. Костюмка, давай. Я выдержу. Я обещаю. Очень хотелось им напишу. Так, солдат мой идет. Ты умудрец-то взлет, пока. Конечно. Ну, сейчас. Таким думать. Здесь детство по нашим лучшим смыслу слов. Да вот, там остались еще цветы, я их выдержу. Идите сюда ко мне все. Спасибо.